Итак, в Тюменском технопарке в одиннадцатый раз открылась выставка форум Инфотех. Только сегодня её посетили 2300 участников. Внимание зрителей, электронные сервисы, информационные технологии, новейшие разработки для жизни и бизнеса. О самых интересных расскажет моя коллега Ирина Шепилова. Улыбнитесь, вас снимают, а потом распознают в толпе. Нейросети, сложная, но перспективная система. Тюменская компания, резидент технопарка, поставляет свои разработки в банки и госструктуры по всей России и за границу. Их изобретения позволяют найти и нарушителя правил парковки, владельца потерянных вещей или преступника. Машина может дать квалифицированный ответ или дружеский совет не хуже специалиста человека. Вот смотрите, что такое малиновый звон, например, да, метафора. Или вся школа высыпала на улицу, катахреза, да, аннулятное выражение, например, бывший работник, да. Но ведь искусственный интеллект это всё должен понимать. Понимать, разрабатывать и управлять стремительно меняющимися технологиями, кто может это сделать, будет лидером в ближайшие 30-40 лет. Ведь именно цифровизация ускоряет, удешевляет и делает эффективнее все процессы в экономике страны, региона и каждого жителя. Выставка «Инфотяг» показывает, где мы сегодня в этом процессе. Активно двигаться по направлению, связанному с развитием кадров для цифровой экономики. И даже в широком смысле этого слова не просто кадров людей, которые будут работать, но и образование всех жителей, всех людей, которые были бы пользователями всех сервисов, всех возможностей, которые перед ними открывает цифровая экономика. Электронные возможности уже изменили жизнь. Подать декларацию, записаться на приём или зарегистрировать недвижимость можно, не вставая с дивана. В бумаге специалист способен обработать в день не более 100 запросов. Теперь все пришедшие 3000 запросов в день могут обработаться за один день всего тремя специалистами, потому что часть уходит на автоматическую обработку. От высоких технологий будущего к тому, что, понятно, даже ребёнку половина выставки «Инфотех» посвящена детскому цифровому образованию специалистов и опытных пользователей здесь начинают выращивать буквально с первого класса. У сын одежды на блестящую карьеру Александра выводит 3D-ручкой. Для неё информационный мир, может, ещё и не слишком понятен, но точно не параллельная вселенная. Я отношусь к этому серьёзно, потому что технология может ломаться, и её нужно будет чинить. Подрастающему поколению в технологичном мире будет посвящённый второй день форума. Ирина Шепилова, Александр Вележанин, Тюменское время.